Демографические итоги и экономические планы Казани. Анализ татарстанской занятости, кто все успевает в рабочее время, кто висит в соцсетях, а кто доделывает работу дома. И это весной пройдет большая перепись малого бизнеса. Татарстанских предпринимателей приглашают рассказать о себе. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. В Казанской мэрии озвучили демографические итоги года и вытекающие из них экономические планы столицы. В прошлом году казанцы реже женились на 19%, но и реже разводились на 18% и больше рожали. Маленьких казанцев на свет появилось на 0,5% больше, чем годом ранее. Из общего числа зарегистрированных актов о рождении первенцы составили 43%. Вторые дети – 38%. Третьи и последующие – 19%. Тенденция к формированию семей с несколькими детьми сохраняется в городе уже более 10 лет. Хочу отметить, что за этот период количество рожденных третьих и последующих детей увеличилось в три раза. На 2040 год специалисты планируют, что население будет полтора миллиона. Могу подписаться, что это будет минимум на пять лет раньше. Мы должны поспевать за развитием города инфраструктурно, социальные объекты, дорожно-транспортная инфраструктура, количество и качество жилья на разный ценник, на разный кошелек. И очень важно не снижать набранные обороты в развитии нашего города. По количеству населения мы теперь пятый город в России. Какие изменения сулят экономике, демографические успехи? Мы спросили у экспертов. Стратегически, да, рождаемость обеспечивает демографическую стабильность и перспективный экономический рост, экономическое развитие. Что касается текущей ситуации, конечно, увеличение количества детей в семье ухудшает финансовое положение. Увеличение количества людей малообеспеченных – это побочный эффект увеличения рождаемости. Но, тем не менее, увеличение рождаемости все-таки стоит рассматривать как позитивный с точки зрения экономики и демографии факт. Насколько продуктивные татарстанцы на работе, что их отвлекает и в каких сферах работники максимально сконцентрированы на работе, выяснила служба исследований HeadHunter. Первое место в рейтинге отвлекающих факторов занимает неформальное общение с коллегами – 38% ответов. На втором месте оказались социальные сети – так ответила треть соискателей. Замыкает тройку – чтение новостей. Домашние дела и быт оказались на четвертом месте данного рейтинга. А вот реже всего работники Татарстана отвлекаются от рабочих задач на онлайн-шоппинг и просмотр видеороликов, фильмов, сериалов. Чаще других в рабочее время в соцсетях зависают люди искусства, масс-медиа и рекламы. А на чтение новостей отвлекаются юристы и айтишники. А вот самые дисциплинированные и собранные, по их признанию, банковские работники – медики и фармацевты. Еще такой момент. Практически все опрошенные сказали, что часто рабочими делами им приходится заниматься во внерабочее время. 7% так делают постоянно. И только 9% успевают все закончить в рабочие часы. А вообще почти половина татарстанцев отметили, что за последний год стали больше работать. Особенно много таких в сфере добычи сырья и в работе с персоналом. А каждый третий сказал, что стал меньше работать. Заметнее всего, работы убавилось у представителей туристической сферы. Росстат этой весной проведет большую экономическую перепись малого бизнеса. Проходит она каждые 5 лет. В последний раз малый бизнес переписывали в 2015 году. И вот снова время подошло. Тем более пандемия коронавируса сильно на него повлияла. Малые свежие данные сейчас очень нужны для того, чтобы правительству знать, как живут малые предприятия и микропредприятия. Индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. На основе всей этой информации, полученной в ходе такой экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки. Предпринимателям предлагают до 1 апреля заполнить специальную анкету в электронном виде на портале госуслуг. Либо на интернет-сайте Росстата. Или в бумажном виде в отделении Татарстанстата. В республике, к слову, доля малого и среднего бизнеса – это примерно четверть от всего производства. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.